Так, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Бонжур, хелло, привет, шалом! И мы продолжаем изучать Тору, возвращаемся к регулярным нашим занятиям, продолжаем изучать Мишли, Кричи Царя Соломона. Очень удобно сейчас, да, можно не бояться ходить на уроки везде, сейчас карантин в школах, а у нас нет карантина, потому что через Фейсбук ничего не передается. Все, слава Богу, все здоровы, чтобы были все здоровы, чтобы это сейчас заслуга от нашего изучения Торы, чтобы пошла на излечение всех больных, чтобы все выздоровели, были здоровы. И закончилась уже эпидемия коронавируса, да, Георгий Нивне, согласен? Все, а то очень много сложностей возникло, но интересно, что это нам еще раз доказывает, что не знает человек, что будет завтра, вообще не знает. Не человек предполагает, Бог располагает, и ты можешь сколько угодно там надеяться, думать и так далее, будет как будет, все. А мы продолжаем изучать притчи, мы дошли до 10 главы, давайте сейчас как-то медленно загружается, я думаю, просто очень много сегодня людей дома, и так, Яков Шатанин смотрит, Яков, как дела в Израиле, как дела, как погода, все. Значит, как раз сегодня будет один из отрывков, и один из отрывков будет, ну вот, похож на эту ситуацию. Значит, смотрите, мы дошли до того, что было написано 22-й отрывок, это последнее наше было, то, что мы изучили в прошлый раз, что благословение Бога, оно обогащает, и нету, не добавляет грусти вместе с Ним. То есть, обычно в этом мире все идет через труд, через усилия, через напряжение, и когда человек хочет, например, вырастить урожай, он должен вначале землю купить, потом спахать, потом посеять, потом и так далее, и так далее, и он вначале вкладывает очень много труда, потом получает урожай. Теперь, но если это божественное благословение от Бога, то вместе с Ним не приходит вот эта вот грусть и тяжесть, да, то есть, идет все более легким путем, если идет все через божественное благословение. Но опять же, здесь есть, если говорить про деньги, про богатство, то для меня любимая автория, как не метафора, а любимый пример, как это работает, это когда пришла одна женщина к пророку, по-моему, или к Ильяу, или к Ильише. Она пришла и говорит, вот у меня детей, забираю сейчас в рабство, задалди. И мой муж, а муж его был, это была жена пророка Авадии, да? Кому она пришла? Не помнишь, что это Килише или к Ильяу? Как из-за, что она имеет? Да. Нет. В общем, она пришла, жена пророка Авадии, который спасал пророков, когда были на них гонения. И он за свои деньги их кормил несколько лет, там, они в пещерах прятались. Килише. Килише. И потом он умер, а пришли задалди забирать его детей в рабство. И она пришла к пророку Ильише и говорит, что же это за такое получается, как так может быть? Что мой муж спасал пророков, а вот такое мне, как бы, за это сейчас наказание, что делать? Он ей говорит, пророк Ильяша, он ей говорит, что у тебя есть? Вот это был первый вопрос, он ей задал, что у тебя есть в доме? Она говорит, ничего, у меня нету, вот чуть-чуть масла у меня осталось, оливкового масла немного. Он говорит, отлично, говорит, пойди теперь к соседям и возьми у них, займи у них сосуды. Глиняные сосуды, тогда, я думаю, стекла еще не было или было стекло, не знаю. Займи у них сосуды. Потом, значит, зайди в дом, закрой дверь и начинай лить из своего кувшинчика, начинай лить масло. Она так и сделала. И у нее она пришла, начала лить из своего кувшинчика, там было чуть-чуть масла. Но она наполнила все-все-все сосуды, которые она заняла у соседей, и они были полные масла. Потом она это масло продала, и у нее стало богато, стали деньги. Теперь в этой вот, в этой истории, которая тоже в письменной теории она находится, есть метафора, метафора, как, ну, как я вижу, так устроено богатство. Что у каждого человека есть вот этот вот его кувшинчик масла, то, к чему у него талант, то, чем он, ну, что-то, что он умеет делать. То, для чего он пришел в этот мир, это как вот этот кувшинчик масла. Дальше он должен создать сосуды, сосуды это, он должен создать, как бы, систему для реализации этого таланта. То есть, это то, что заняла она сосуды у других людей. Обычно как происходит? Человек должен свой талант как отшлифовать, как есть алмаз, вот он должен, если у него есть чему-то талант, он его шлифует свой талант, тренируется. Есть правило 10 тысяч часов, что все гениальные люди, они 10 тысяч часов работали по своей, вот это вот, по своей теме, именно практически шлифовали свой талант. Есть такое правило 10 тысяч часов. И к этому должно обязательно добавиться, к шлифовке своего таланта должно добавиться благословение от Бога и помощь от людей. То есть, человек должен уметь договариваться с людьми, уметь делать так, чтобы люди хотели тебе помогать. И вместе с этим приходят и благословения от Бога, они вместе эти связанные вещи. Мы учили в Киркевод, что тот, кого любят люди, того любит Бог. И вот нужно, значит, вот есть три составляющих в богатстве. Найти свой талант, какую-то свою, то, к чему у тебя призвание. Его отшлифовать своей профессиональной работой 10 тысяч часов. И сделать так, чтобы люди тебе хотели помогать, чтобы они тебя знали, любили. И это, как бы, ты через людей занимаешь у них сосуды. И тогда наполняется все это благословением с неба. Это мы учили в прошлый раз. Благословение Бога обогащает, и нету грусти с Ним. Теперь, сегодня 23-й отрывок. Значит, переводится так. Как смех для грешника по вожделению, ну, для грешника, как смех для грешника делать преступное деяние. Зима это, ну, как бы, преступление. Значит, вэхахма, божественная мудрость для человека сообразительного. Что интересно здесь нам хотел передать царь Соломон. Вот смотрите. Кто такой грешник по вожделению? Есть люди, которые грешат не потому, что они не знают, что это грех, или не знают, что так делать неправильно. А есть люди, которые привыкли делать то, что они хотят. Им все равно. Можно это делать, нельзя это делать. Запрещено это, не запрещено. То есть, они живут как, ну, вот, как животные, да. И они, даже есть сейчас движение, пропагандируют такой способ жизни. Типа, делай, что хочешь. Ты хочешь, делай. То есть, есть даже книга такая. Хочу и буду. У психолога Лобковского есть такая книга. То есть, идет пропаганда, что ты должен делать то, что у тебя, то, что тебе хочется. Теперь, значит, ну, в Торе это называется грешник по вожделению. Человек, которым управляют его желания и который не может или не хочет эти желания контролировать своим рациональным мышлением. Теперь для такого человека через какое-то время сделать грех становится как засмеяться. Абсолютно необдуманное действие. То есть, как смех, это, смех это, как сказать, ну, как инстинктивное какое-то проявление. Также для него становится делать грехи, это становится его природой. То есть, если какое-то время первое он еще размышляет, делать, не делать, то потом он привыкает все время делать то, что он хочет. И он, в принципе, уже не может себя контролировать. И он даже не пытается себя контролировать. И для него грех становится как смех, абсолютно естественным и легким. Понятно. Теперь вторая, наоборот, противоположная, конец шкалы, другая крайность. Это человек Иштвуна. Кто такой Иштвуна? Человек сообразительный, само слово Твуна, это от слова ливно, отстроить, это рациональный человек, который все осмысливает, все считает. Он абсолютно не действует эмоционально. То есть любое его решение, оно проходит через его рациональную проверку, и он действует только рационально. Никаких эмоций, рациональное принятие решений. Такому человеку, который очень легко себя контролирует, то есть у него через какое-то время, ему уже не надо контролировать, потому что его человек так устроен, что он ко всему привыкает, он автоматизируется. И вот такой рациональный человек, да, он, так как им уже эмоции и желания не управляют, он легко может принять тогда Тору. То есть написано, что хохма, божественная мудрость, для такого человека, она тоже для него становится естественной. То есть он совершенно спокойно, я помню историю, когда я жил в Израиле, где-то это было начало 2000-х годов. Приехал в Израиль на месяц один парень молодой, ему тогда было где-то года 20, 26 ему было, да, по-моему. Он был кандидат наук математических, каких-то компьютерных. Ему дала Канада грант, он был из Саратова, из города Саратов. И ему дала Канада гражданство, там, грант какой-то на исследованиях, какой-то супер там университет. А его мама, она была директором Центра раннего развития детей, психолог-женщина. И она очень много в него вложила с детства, и он вот такой получился гениальный очень человек. Гениальный и реализованный, то есть математик, такой все. И вот он приехал в Израиль на месяц поучить Тору. Приехал он на месяц поучить Тору, и он такой очень умный человек. Вот знаете, ну есть люди гении такие, да, и он именно рациональный гении, у него математика, это такое рациональное, циферки, там нет эмоций. И он, значит, месяц поучил Тору и говорит, я хочу остаться еще на месяц. То есть я понял, что это очень важно. Это важнее, чем быть там профессором в Канаде в 26 лет. Важнее быть, поучить еще месяц Тору. Он еще на месяц остается. Через месяц он говорит, вы знаете, я рационально подумал. Я хочу взять на год академический отпуск и год поучить Тору. Приезжает его мама, приезжает его бабушка, я помню, мы тогда, ну как-то получилось, что мы с ними общались. Они в шоке, как, что ты делаешь? Он говорит, послушайте, я абсолютно, он им так по-математически разложил, что лучше ему и правильнее остаться здесь. Проходит год. Он говорит, вы знаете, я посчитал, что мне вечная жизнь и жизнь в Израиле, и быть религиозным человеком, это для меня правильнее и важнее, чем быть профессором в Канаде в математике. И он остался в Израиле, у него сейчас там шесть детей, он несколько часов в день работает программистом, зарабатывает себе то, что ему нужно на жизнь, и, значит, живет счастливой жизнью, постигая божественную мудрость. Почему? Потому что здесь написано, хатма, божественная мудрость для сообразительного человека. То человек, который рационально смотрит, а не эмоционально, что хочу, не хочу и так далее, то он рационально посчитает, что действительно, что может быть лучше, чем изучать Тору, жить по Торе, служить Богу и потом перейти в вечный мир. Это вообще идеальный расклад. Хорошо. Теперь, значит, 24-й отрывок. 24-й отрывок, он такой. Значит, мегурат, раша, это то, что боится злодей, оно к нему придет. То, чего боится злодей, оно к нему приходит. В это ават, садитим и тен. И желание праведников Бог даст. Бог тоже исполнит. И тут очень такая глубокая вообще заложена мысль. Давайте еще раз, вот 24-й отрывок, 10-й главы. Страх злодея к нему придет. И желание цадиков Бог даст. Что это значит? Если мы посмотрим вообще на мышление человека, то как происходит мышление каждого из нас? Вот человек утром просыпается, еще глаза не открыл. И у него всплывают из подсознания какие-то мысли, идеи, картинки какие-то, желания. Вот я еще сегодня утром подумал, почему у меня с утра первым делом всплывают мысли про работу. Вот я сегодня пронаблюдал и думаю, ну вот почему, интересно. Вот первое, что у меня всплывает, какой-то там проект, один из проектов, которым я занимаюсь на работе. Я еще подумал, что у меня просто возник вопрос, почему? Я же не специально о нем думаю. Он просто всплывает. Дальше у каждого человека, если он лежит с закрытыми глазами, утром проснулся, у каждого всплывают какие-то свои мысли. Откуда они всплывают? Они всплывают из подсознания. То есть он вчера об этом думал, позавчера об этом читал, он наблюдал и так далее. И целый день у каждого человека внутри есть такой, как калейдоскоп, когда всплывают из подсознания, всплывают какие-то мысли, планы, картинки. Извне человек смотрит, глаза видят, сердце хочет, руки-ноди делают. То есть ты смотришь, например, там новости. Увидел одну новость, вторую новость, третью новость. Потом у тебя всплыла картинка, картинка. И ты из всего этого, каждый человек лепит свою реальность. Теперь, чем отличается садик от праведник от злодея? Значит, праведник, он говорит, что вот Бог сказал вот так делать, вот так не делать, вот Тора. И он старается выстроить свое мышление, свою жизнь по воле Бога. Вот что Бог сказал, что Тора говорит, какие заповеди, что надо делать, что не надо, куда смотреть, как спланировать свою жизнь и так далее. Если у него есть вопрос, он идет к Равину и говорит, вы знаете, вот у меня вопрос. Вот у меня там есть сомнения, как мне правильно поступить. Или Равина ему дает совет, как да, Тора, что думает по этому поводу Тора. И это называется праведник. То есть праведник, это тот, кто выстраивает свою жизнь по Торе. Теперь, кто такой злодей? Злодей это тот, который нарушает и делает то, что Бог назвал злом. То есть злодей это тот, кто нарушает закон Тора. Это вот между ними разница. Теперь написано здесь, что страх злодея к нему приходит. У злодея, у него есть какие-то опасения. Какой-то злодей боится, какой-то злодей боится, что ему, ну то есть у него есть страх того. Например, если мы возьмем там преступников каких-то, да, вот есть преступники. Они ходят с большой охраной и их часто убивают. То есть он боится, что его убьют, поэтому он берет охрану и в конце концов его убивают. Другой боится, что его посадят в тюрьму. Понятное дело, что преступники, я говорю про профессиональных преступников, они же понимают, что против них есть полиция, там прокуратура и так далее. И они, понятное дело, что когда они планируют свои преступления, они реально понимают и опасаются, что может случиться. И в большинстве случаев это с ними и случается. То есть страх и беспокойство злодея к нему приходит. Понятно, да? То есть то, чего он боится, к нему приходит. Желание цадиков, оно тоже к нему приходит. Желание праведников. А какого праведника главное желание? У праведника главное желание это служить Богу. Он служит Богу, все отлично, все к нему приходит. Но тут есть еще одно, я сейчас помнил. Вчера мне сын рассказывал, что с ним в Яшиве учатся дети из семьи Бабы Сали. Был такой марокканский великий праведник, звали его Баба Сали. Он ходил все время в таком капюшоне. И он давал благословения, и все его благословения сбывались. То есть у него была невероятная сила давать благословения. И его все потомки, раввины, это семья Абухацира, они тоже ходят в таких капюшонах. И их внуки, они ездят все время в машине, в закрытой машине с водителем. У них тоже. То есть у них в этой семье самое главное это сохранять глаза. Не видеть никаких запрещенных картинок. И вообще не впускать в свой мозг никакие картинки. Тогда у него получается, представьте, чистый, спокойный мозг. Если он, какое-то у него есть желание, желание праведника, оно исполняется. У обычного человека, у него голова, я помню, несколько раз я был в кино. Я не хожу часто в кино, но я пару раз был в кино. И я выходил, у меня было ощущение, что у меня по моему мозгу проехалась армия машин. То есть просто мозг, он расшатанный, разболтанный. Потому что все вот эти вот фильмы идут, такое давление информационное идет на мозг. Оно просто впечатывает тебе вот эти все странные спецэффекты. Все это летает. Этот аватар там, не аватар, это страх. Это страх. И у обычного человека, он свое внутренний мир, он вообще не контролирует. У него голова, это просто такая, можно сказать, мусорка, в которую сливали. Дисней сливал свои мультифильмы. Там телевизор сливал свои мультифильмы. Все для определенной цели человека запрограммировать и сделать его таким, ну, куском массы. Как СМИ, это средство массовой информации. Когда они все одинаково проштампованы, потом можно ими легко управлять. То есть те, которые управляют вот этими СМИ, они знают, как влиять на людей. Интересно, я же работаю тоже в маркетинге. Маркетинг это как продавать. И там тоже, то есть это как бы алфавит, алифбет. Человека надо вначале испугать, то есть надавить на его боли, узнать, чего он боится, чего он опасается. И потом ему как бы продать решение, которое якобы должно его успокоить. Но он никогда не успокоится. Потому что как только тебе продали что-то, что должно тебя успокоить, то человек не успокаивается. Человек успокаивается по-настоящему только если он верит в Бога. Если он верит, что все будет хорошо по-любому. Если он ничего не ищет, кроме близости к Богу. В этот момент он радостный, спокойный, он все уже нашел. Все остальные, весь мир остальной, он бегает в панике. И то, чего люди боятся, оно к нему приходит. Потому что если весь мир боялся заболеть, то вот сейчас пришла пандемия. Уже правда в который раз она приходит. Потом значит, ну и так далее. Кризиса все боятся, он пришел. То есть то, чего боится праведник, злодей к нему приходит. А то, чего хочет садик, праведник, Бог ему тоже дает. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы были праведниками. И сейчас есть у нас еще время. Ну уже все, давайте завтра тогда продолжим. Все, чтобы мы хотели быть близости к Богу. И Бог нам даст здоровье, счастье, успех, спокойствие. И бояться ничего не надо. Все. Удачи, успехов всем. Всем хорошего дня. Спокойного, расслабленного дня. Благодарности Богу за все, что он дает. И тогда будет у всех хорошее настроение. Все, всем пока.